Клуб Б2 Сейчас мы с вами потихонечку пойдем наверх, ближе к сцене и местам, где мы были Еще я помню, что у меня специально вставила вторая клавиша, чтобы я в ней играла руководитель соло Алисы Чтобы мне было не жалко, что клавиша сама пойдет и зомбилась, и еще что-то не случится А вот здесь продавали наши майки, когда только появились наши майки с надписью «Ранетки» И у нас самих их не было, мы даже их не видели, но здесь их продавали, и даже кое-кто был в наших майках «Ранетки» И кричали, очень было приятно Я помню, это для нас было реально такое здоровое выступление, потому что мы пригласили туда всех своих родственников, всех родителей, всех друзей И как сейчас помню, вход в Б2 был, по-моему, не пускали до 18 лет, что ли То есть не разрешали заходить, и получается половина друзей не попали на наш концерт И помню, было очень много народу, и от метро практически стояла очередь, чтобы попасть на концерт Ничего не поменялось Вот на этом тут окна изображения Даже запах особый, как тогда Там вот наша сцена Вот это помещение было полностью забито людьми И для нас это было, конечно, прям круто, столько народу И помните, как мы обрадовались, когда узнали, что еще очередь стоит там чуть ли не от метро? И, кстати, там продавали еще и коктейль, который назывался «Ранетки», который нам тоже не удалось попробовать, потому что мне было 18 лет Мы сдержали концерт, наверное, часа на три Потому что ждали Валеру Марьянову, ведь если бы не он, то нас бы никто не заметил вообще И никогда бы мы там не выступали Чтобы он представил, так сказать, нас Наше выступление В итоге ждали мы его вот В районе там часа Часа? Нет, больше Часа два, три То есть очень-очень долго И тогда, впервые в жизни Народ начал кричать «Ранетки! Ранетки! Ранетки!» Мы же стали ждать два часа Но было приятно, потому что мы такие Вау! Для нас было так необычно Они кричат «Ранетки! Ранетки!» И народу было много Переживай Больше помнят момент, блин Еще очень долго здесь стояли Ждали, когда же нам разрешат выйти на сцену Когда все приедут Все гости Наш ведущий Валер Марьянов И вот здесь еще была какая-то сетка Я помню И Наташа Матлен здесь фоткала Наташу И нам там чуть-чуть Дома-дома Было страшно Было страшно просто выходить Потому что первый раз кричали «Ранетки!» Вот так громко Я помню, были родители И им настолько безумно понравился вот этот первый концерт Они были в шоке Потому что и мы первый раз выступали И они первый раз нас видели Как мы играем живьем Вообще, чем мы занимаемся И что мы делали до этого вообще на репетиционной базе Они увидели, как мы играем, как мы поем Здесь пришло очень много моих друзей, которых я очень давно не видела Это было такое важное мероприятие Что можно было пригласить всех-всех-всех, кого ты знаешь И было так здорово, когда мы шли, например, до туалета Потому что кримерка находилась там, а туалет аж вон там Соответственно, когда ты проходишь, ну, как будто бы на туалет А вот мы взорвались с половиной всех гостей И ты как бы их знаешь хорошо И привет, привет Да, привет, привет Как дела? А, все хорошо? Да, мы сегодня выступаем Вообще, было так прикольно Мы заранее, мы хотели сделать шоу Но, собственно, и получилось Мы хотели придумать такую, что мы придумали Такую фишку, что Наташа выходит изначально заклеенным ртом Правильно? Я придумала, это Сережа Да В плаще В плаще В плаще То есть это готика полнейшая Черные волосы Это этот вот рот Заклеенный ртом скотча Заклеенный рот Наташа такая с красной гитарой Значит, потом она скидывает этот чехол свой Но остается с заклеенным ртом И потом По-моему, одна из первых песен Там третья или четвертая Четвертая песня была Наслаждайся Это очень важный момент На которой На которой Наташа, по идее, должна была Как бы Не должна была, это и сделала Плевать кровью Ну, не Харкать Как это сейчас сказать? Плевать томатный сок из рта Девочки очень ругались, на самом деле На то, что они не ожидали, что брызги из Наташи Белых кофтах, наверное Ну, не важно там уже Все на лицо, на кофты, на все То есть, когда это сделала группа KISS У них это смотрелось мега брутально, красиво, удивительно А у нас, может быть, мы, наверное, это так сделали Не смотрелось Что-то никто это вообще не понял, что произошло Половина даже не увидела Увидела только четыре человека, на которые брызги пропали И я только пела и давилась со смехами На черную сцену положили белый полотенчик Никто вообще не понял, что такое сейчас будет То есть, Женя объявляет песню Наташа спокойно расстилала тебе полотенчико Отклили рот Отклили рот Отвернулась, глотнула сок от томата И стоит Ну, началась песня Вот И когда Наташа начала уже извергать Собственно, свою жидкость изо рта Причем, во-первых, никто это не заметил А те несколько человек, на которых попали брызги От этого томатного сока Были крайне недовольны этим шоу На них реально летят брызги Они сначала стояли вот такие А потом такие Ну, уже начали отходить А отодвинуться уже некуда То есть, были такие лица просто отдохотворенные Ну, это вот, то есть, как оно вышло На самом деле, должно бы выглядеть Было очень эффектно Потому что она начинает прям Начинается соло Она у нас такая Движение там Причем очень долго этот трюк Этот фокус Репетировали Репетировали дома, да Репетировали, да Повторяли как-то так Как мы будем это делать Наташа очень ненавидела томатный сок И ей предстояло полпесни Просто просто С этим томатным соком во рту Я помню, что у меня совсем была другая прическа У меня были короткие волосы И стоял шухер на голове Такой Ёжик Да, и по-моему еще костюм такой Который я иногда встречаю в своем шкафу и ржу Зеленый такой У меня были кроссовки такие Цвета как мухи Бывают навозные Так зеленые Вот такой цвет кроссовок был После концерта я забыла на площадке Очень хороший шнур от гитары Этот шнур мне дал Сережа Дал на один концерт Ну, чтобы хорошо отыграть Чтобы гитара не фонила И я его там забыла Сережа потом ругался Вот А на следующем концерте После Б2 Когда мы уехали выступать На благотворительную вечеринку Я играла и ревела Что я забыла этот шнур Потом шнур нашли И все в порядке стало В общем был забавный концерт И самое Мне было очень обидно Потому что молодой человек Мой, мой сосед Которая была очень влюблена Не пришел на этот концерт Просто ну типа опоздал И пришел, наверное, только на две последние песни Хорошая песня? Понятная, папа Да Нам иногда приятно вспоминать что-то Да, да, да Спасибо 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 Спасибо